Добрый вечер, это программа «Главная». И если это понедельник, то я веду я, Мария Левченко. В гостях у меня сегодня Александр Тенаси, конституционный судья в отставке. Теперь так вас представляю, член Венецианской комиссии. Добрый вечер, господин Тенаси. Добрый вечер. Очень рада, что вы здесь. Интервью с вами, я уже говорила об этом людям, всегда получаются интересными. И мне лично, как ведущему, всегда легко сами работать. Поэтому признаюсь, ожидания мои сегодня высоки. Ну, надеюсь, что я вас не разочаровываю. И я очень надеюсь, это такой тонкий намек, на самом деле, с моей стороны. Мы с вами, когда встречались в предыдущие разы, я представляла вас в качестве председателя конституционного суда. Теперь вы председатель, вы, простите, конституционный судья в отставке. Так принято выражаться, вы мне об этом рассказали до эфира. Это значит, что мандатом вы больше не скованы, что ваше заявление, которое вы все-таки делали, интересные заявления, больше не нужно читать между строк. Я думаю, что, надеюсь, точнее, еще одна моя надежда, что вы будете себя чувствовать гораздо свободнее. Цензурировать самого себя. Сейчас более проще общаться с прессой. То есть было такое? Приходили на эфир, хотелось сказать, больше не получалось. Мандат судей всегда ограничивает. Как-то нужно более деликатно подбирать выражения, более осторожно комментировать некоторые события. Когда не скованы, никаким мандатом ничто не препятствует говорить правду. Мандат судей Венецианской комиссии вас не сковывает? Это не судья, это эксперт. Я эксперт от Республики Молдова Венецианской комиссии. Мои сессии в Венеции ничего общего не имеют. И с моей деятельностью в Кишине это разные вещи. Я не завишу от правительства. И правительство не может никаким образом дать мне указания или влиять на меня и так далее. Я рассчитываю тогда, что этот эфир будет интересен и вам, и вы тоже получите от него удовольствие. Очень рада, что мы встретились сегодня. Так совпало, что как раз сегодня, 30 октября, исполнился ровно год с тех пор, как в Молдове прошли, я помню, мои коллеги-журналисты, я в том числе, писали первые за последние 16 лет прямые президентские выборы. Потому что они были первые за последние 16 лет, как все выражались, подчеркивая именно этот момент, чтобы отметить его знаковость. Очень большие надежды были связаны у людей с этим днём, с этим событием, с прямыми президентскими выборами. Я помню, какой был ажиотаж, и людям казалось, что вот-вот эта возможность выбирать главу государства лично откроет им какие-то новые двери. Известно, как разворачивались дальше события. Второй тур прошла Майя Санду, Игорь Дадон. У обоих достаточно высокий результат, разница была небольшой. И я бы хотела с вами сегодня обсудить в том числе этот момент, и с него хочу начать эфир, потому что ещё раз так вот совпало. Очень удобно, очень кстати. Если начать по очереди, президент Игорь Дадон. Уже, да, ещё не год, как он вступил в должность, но тем не менее уже понятно, как он выстраивает свой мандат, что ему удаётся или что нет. Как вам кажется, как обстоятельства складываются для него? Ну, на самом деле, я думаю, что у нас пока ещё нет президента. Господин Дадон ещё является председателем партии социалистов. Он ещё не вышел из избирательной кампании. Согласно нашей конституции, ну и логике вообще действий президента, президент страны является президентом для всех граждан. И за тех, которые за него голосовали, и за тех, которые не голосовали. За тех, которые ему аплодируют, либо которые ему критикуют. Господин Дадон ещё находится, я думаю, это будет до выборов 2018 года. Он уже в полной избирательной кампании. Может, поэтому и не выходил из него, чтобы не терять форму. Да, скорее всего, выборы, так оно и есть, но это не соответствует духу конституции и тому статусу, который должен иметь президент. Я всегда имел довольно критическое отношение к господину Дадону. Но в данной ситуации многие говорят, что это не мой президент. Я думаю, пока что он ещё не чей президент. Да, дело в том, что многие говорят, что он не президент для всех, но дело в том, что и многие его не принимают как президент. Да, и я думаю, что это его основная проблема. Потому что и его драма, и драма его мандата. На самом деле успех мандата президента заключается в том, чтобы он всё-таки как-то объединял как можно больше политических предпочтений, чтобы люди видели в нём символ государства. Сейчас этого нет. А почему так сложились обстоятельства, как вы считали? Казалось бы, человек выиграл на выборах, получил вновь достаточно высокий результат. Господин Дадон всё-таки не выиграл убедительно на выборах. А, то есть в этом вы считаете причиной? Не обязательно. Тут всё-таки сложно, нужно всё вместе сложить, воедино. Господин Дадон выиграл с небольшим отрывом, госпожа Майя Санна. Да, это правда. Компанию, которую он проводил, её сложно назвать безупречной. Давайте так, чтобы мы сейчас его в годовщину не сильно критиковали. И вспомни про сирийцев, эмигрантов, и разные церкви, как она участвовала. И остался осадок у людей. Но он остался именно у той части общества, которая его не принимает. А я не думаю, что даже те, которые принимают, люди глупые. Вы знаете, всё-таки люди у нас сейчас мысли, не все обязательно. Не нужно недооценивать людей. Да, победил их кандидат, но всё-таки осадок наверняка и у них остался. Я думаю, что все до господина Дадона ожидали абсолютно другого после выбора. Ожидали того, что он выйдет из баррикады, и наконец-то он всё-таки начнёт каким-то образом объединять людей и находить те точки соприкосновения, которые могут нас объединить, а не те элементы, которые нас разъединяют. Кстати, он именно этим и занимается. Он именно выводит те элементы, которые всё больше противоречий вносят в общество. Ну что, таким образом, он решил, что это консолидирует его электорат. Это более выгодно ему на будущих парламентских выборах. Хотя по закону, по закону он не имеет права быть председателем партии. И формально он отошёл от дел. Но из всего, что происходит, это очевидно, что он до сих пор остаётся руководителем партии. Ну, ещё не собирается становиться президентом. Когда вы говорите, что он не стал президентом или не собирается, он это делает в силу того, что ему так сейчас удобно, по-вашему, или потому, что он просто не способен сделать это? Я не знаю, какие у него способности. У вас есть политический опыт, что подсказывает вам интуиция? Я всё-таки буду субъективен, если я скажу, что у него нет способностей. Я думаю, что способности у всех есть. Просто нужно чётко понимать свою роль в истории. И тем более, когда речь заходит о президенте страны, о премьер-министре, о председателе парламента, человек, заняв эту должность, он автоматически занял какую-то нишу в истории своей страны. И это зависит от него, как он останется в этой истории. Поэтому господин Дедон, я думаю, что пока он ещё хочет получить больше власти, он добивается победы на парламентских выборах, он хочет установить единоличное правление во всей стране, для этого ему нужно правительство. И, скорее всего, он задумается о том, каким он президентом будет, и какое место останется в истории, только после того, как получит то, чего он ожидает получить на выборы. До тех пор он на баррикадах, он борется за власть, и особо-то не занимается государственными делами. Успешно ли он за неё борется, как вы считаете? Вот его стремление получить парламентское большинство на верном пути сейчас находится к достижению этой цели? Знаете, менее важно, насколько он успешно это делает. Важно другое, что он вносит очень большое разобщение в обществе. Поймите, господин Дедон и вся его стратегия, она довольно проста. Да. На самом деле он продаёт всего две вещи на политическом рынке. Он продаёт румынскую угрозу, это первый элемент. Уже гораздо меньше. И второй, в совокупности. И халуйское отношение к путинскому режиму. Вот эти две, если мы уберём эти две детали, мы увидим, что он абсолютно раздетый, больше ничего там нет. Вы, наверное, слышите какие-то его планы по поводу реформы правосудия, или каких-то экономических реформ, нет этого всего. Но что это всё не даёт никакого электорального результата. Но когда ты начинаешь нагнетать, я не знаю, румынскую угрозу, с каждым случаем давать обещание, что господин Путин, я не буду подписывать ни одного закона, который противоречит вашим интересам. Странное заявление вам скажу. Не думаю, что мы увидим какого-то лидера государства, который давал бы кому-либо таких утверждений. Всё-таки это не частные дискуссии, это лидер государства. Все эти элементы имеют одну цель. Как-то собрать и консолидировать электорат вокруг него с перспективы будущих парламентских выборов. Поэтому я думаю, что ещё и дальше он будет также нагнетать. Вот эти два элемента будут очень хорошо их использовать. До сих пор это давало результат. О его настоящих, скажем так, истинных намерениях, как он видит правление страны, мы сможем узнать только в том случае, если он победит на выборах. Если он не победит, скорее всего, это будет его последний президентский мандат. И мы так и ничего не узнаем. Победить на выборах, значит, получится абсолютно большинство его случаев в Барламенте. Ну, понимаете, я думаю, что для него именно это означает. Он всё-таки не соблюдает правила, демократические правила игры. Он их не приемлет, это будет даже точнее сказано. Это всё не для него. Вот Конституция, да, когда прийти к власти, она хороша. А когда вот соблюдать правила игры, так это же не для меня. Ну, вот, знаете, как, может быть, это слово «швондерщина», это будет звучать довольно грубо, но на самом деле где-то вот в этой плоскости мы находимся. А какое понятие вы вкладываете в это слово, простите? Ну, именно то же понятие, которое вкладывал и Мигел Булгаков. Что-то среднее между, ну, давайте так, вернёмся, не знаю, к хому советику, с подутковым посмотрим, как квалификацию они дают. Но что я хочу сказать, мне не важно, что я вкладываю в этот смысл. Я вам все понимаю. Очень просто, окей, хорошо. У него чёткий план, он следует своему плану. Ну, если вы замечаете, он абсолютно не варьирует, он не импровизирует, он не добавляет ничего нового в своих действиях. Как вы пишете этот план, вот что он делает? Вы говорите, он вносит в раздор в общество. Это план? Ну, вы понимаете, у нас общество неоднородное, давайте скажем. И все прекрасно этим пользуются, не только Игорь Додон. Абсолютно согласен, абсолютно согласен. Дело в том, что мы сейчас говорим про Додона. Если мы начнём обсуждать действия других политиков, мы увидим то же самое. Потому что одни продают русскую угрозу, другие продают румынскую угрозу. Пока этот товар на рынке на расхвате, зачем что-то новое изобретать? Это довольно просто и довольно эффективно. Давайте вспомним всю нашу историю за 20 лет существования нашей страны. Вы увидите, что перед каждым выбором примерно то же самое продавалось на рынке. Ну, сейчас появился новый элемент. Это борьба с коррупцией. До сих пор этого не было. Это что-то новенькое, которое уже внепарламентская оппозиция пытается каким-то образом внести на этот рынок, на политический рынок, образно выражаясь. Борьба с олигархами, скорее, если вы говорите об оппозиции. Или с олигархом. Насколько в Молдавии есть олигархия, это ещё нужно посмотреть. И надо чётко понимать свои размеры. Ну, вернёмся к Игорь Додону. Это разные, здесь есть мнение на этот счёт. Поэтому, на самом деле, этот рынок хорошо структурирован. И нужно просто внести нужные элементы, чтобы показать, что ты не торгуешь фейковым товаром. Ну, вот вы говорите, что Додон, он не гибок, он следует своей стратегии и так далее. Мне казалось, наоборот, что он оказался заложником. И вот вопрос в том, понимает он это или нет, стратегии своих политических оппонентов, а может быть и не оппонентов, демократической партии. Потому что пока они задают ТОН, а он отбивается. Вот так, по крайней мере, выглядит всё для меня. Но если для вас по-другому, то это очень интересно. По-моему, не совсем так. Скорее всего, вот эта логика, она применима к отношению оппозиции и власти. Власть задает ТОН, а оппозиции реагирует. К сожалению, власти за последний год-полтора просто навязывают свою повестку дня оппозиции. Оппозиция не может выйти из этого положения, чтобы навязать правительству или власти свою. Власти-то кто для вас? Ну, власти-то те, кто правит. Страна, это демократическая партия. В основном демократическая партия, конечно. Я бы спрашиваю, чтобы понимать, вносите ли вы в это понятие партию социалистов или нет? Ну, поймите, всё-таки, если мы скажем просто демпартия, это будет не полная картина. Размытая будет, да. Размытая. Всё-таки больше участников в этой структуре. А мне казалось, меньше, наоборот. Ну, я думаю, что их больше. Почему меньше? Я думаю, что их больше. Правда? Все-таки демпартия вошла в парламент с меньшим количеством депутатов. Часть перешли. А, я имела в виду центры принятия решений об этом. А, ну, неформальное то, что происходит. Да, ближе к реальной политике. В этой стране всегда существовали неформальные полюса, которые создавали власть. Всегда это было. Давайте вспомним Владимира Николаевича Воронина. Разве парламент обладал властью? Так что вы. Всё решалось в президентской администрации. Хотя мы жили в парламентской республике, где господин Воронин не обладал никакими абсолютно полномочиями, чтобы управлять абсолютно всем, что происходило в стране. Поэтому это не новшество, даже если многих это беспокоит. Но давайте будем реалистами. Так было всегда. Никогда не было по-разному. Когда мы находились у власти. Вы вспомните заявление моего бывшего коллеги, господина Филата. Что, слушай, надо. Партия – это важный элемент демократического устройства государства. Поэтому то, что сейчас происходит, может быть сейчас как-то в другой форме. Больше масс-миди, больше пресса. Больше видимости, я бы сказала. И больше видимости. Раньше всего этого не было. До 2009 года. Это что у нас был? Был НИТ, который потом его закрыли. Про-ТВ и что-то по-моему еще и ТВ-7. Три канала, которые что-то обещали. 21-й канал был тоже. 21-й канал. Но вы поймите, их нельзя сравнить с той мощью, которая сейчас имеет национальная. Слушай, да что телевидение? Давайте возьмем социальные сети. Это практически подменило полностью. Мы о чем говорим? О том, что и раньше существовались неформальные полюса власти. Вы привели пример ЛДПМ. В ЛДПМ полюс власти где существовал? Он тоже в партии был. Он был у Филата, он не был у членов партии. Мы как заместители даже его по партийной линии узнавали о том, что происходит. Иногда из пресс, иногда из каких-то брифингов. Может быть, как-то в обед пошел покушать, включил телевизор, видишь, что в партийном офисе брифинга объявляют. О котором ты не знал. И никто ничего не знал. Поверьте, никто не знал. И я не думаю, что в какой-либо партии дела обстояли иначе. Поэтому то, что у нас сейчас происходит, то же самое было всегда. И когда мы говорим о власти. Но если мы вернемся к господину Дадону, он не является заложником этой системы. Я думаю, что он просто подыгрывает их, когда ему это выгодно. И иногда он понимает, что ему это играют на пользу. Тогда он, конечно, попытается сделать какую-то триуфалистскую мимику. И когда он понимает, что это работает против него, естественно, тогда он приходит в бешенство и начинает делать очень неосторожные, даже, можно сказать, глупые заявления, как это было с последним решением Конституционного. Мы обязательно это еще обсудим. Но чтобы исчерпалась тема годовщины президентских выборов, хотя, наверное, она не исчерпаема. Как посмотреть... Завтра уже ее не будет. Завтра не будет, да. Поэтому воспользуемся этим случаем. Игорь Дадон, вы говорите, что он не гибок, что он использует фобию, существующую в обществе, что он нацелен на получение высшего состава в парламенте. Я только не запомнила, говорите ли вы, получится у него это или нет. Вы знаете, пока ему удалось изолировать себя. Я думаю, что самый большой проигравший в этой ситуации является президент Дадон. Дело в том, что он разругался не на шутку с нашими основными соседями, с украинцами и с румынами. Он испортил отношения с нашими американскими партнерами. Помните, эти абсолютно неприличные письма, которые он выслал публично американскому послу Румынии в Кишиневе. Публично, вы хотите сказать, потому что можно было не предавать загласки. На самом деле, это такого рода тонн вообще неприемлем к дипломатии. Но даже если кто-то там ошибся и как-то случилось такое, что такие вещи, ну, вы меня, извините, не обязательно публикуют на Фейсбуке. Не все нужно публиковать, что происходит в дипломатии в администрации президента. Давайте посмотрим к другим президентам, как они себя ведут. У каждого есть страничка в Фейсбуке. Вот я подписался на ряд страничек. Дали Гриба узкать. А Путина подписались? Нет, я не подписался, потому что это не демократические жены. Откровенно говоря, я не очень отношусь к господину Путину с доверием. И что же дальше? Вот. Поэтому я думаю, что он единственный проигравший в этой ситуации. Власть выиграла, потому что на фоне додона власти... В какой этой ситуации? Ну, вот в течение одного года, если мы подведем итоги года, вы меня извините, у нас не выездной президент. Я видела сегодня, и все видели, он пригласил президента соседней страны, Румынии, Клауса Йохаймеса, посетить Кишинев. Возможно. Пытается открыть эти двери, выйти из этой изоляции, которая... Я сомневаюсь, что это искренне. Что это не соответствует его политическим целям. Скорее всего... А зачем же тогда? Я думаю, что это более формально. Он знает, что ничего за этим не последует. Это формальное действие для того, чтобы показать свою открытость. Но... То есть почувствовал он изоляцию все-таки? Поэтому я думаю, что он и дальше будет продавать румынскую угрозу. Это очень ходовой товар на нашем рынке. Поэтому он сам привел себя в изоляцию. Давайте представим на какой-то момент, что его объявят персоны Монграда. Да-да-да, где? И румыны, и украинцы. Такое возможно? Ну, вы знаете, все возможно в политике. Кто мог сказать год тому назад, что Рогозин объявит на угрозу? Да никто бы вам этого не сказал. Ну, вы видите, произойдет что? Как он будет выезжать из страны? Так, может быть, я утрирую, но на самом деле что-то есть. Я думаю, что президент страны не может себе позволить, даже если он так думает, он не может себе позволить дать волю эмоциям, когда речь идет о отношении с двумя большими нашими соседями. Коротко можно, насчет его шансов получить большинство в парламенте при той ситуации, которая уже существует на сегодняшний день. Мы не знаем, что может произойти в течение года, который остался до парламентских выборов, по новой системе смешанной. Но если вот при нынешнем раскладе, при том, что изменена смешанная система, у Игоря Дадона сегодня есть шансы, как вы считаете, пройти в следующий парламент и получить большинство? Пройти, естественно, получить большинство? Давайте начнем с того, что система сама... Я не верю в то, что система сможет повлиять на результат выборов, потому что избиратель остается тот же. Избирателя можно подвести к определенным решениям. Ну, избирателя подводили к определенным решениям всегда. И когда клону Компартии включали, когда там убирали с выборов, и когда лидеры партии ходили и давали... Можно подвести всегда. Всегда можно. Вы поймите... Вы занимались предвыборной кампанией. Любая система, она создана таким образом, чтобы ею пользовались добросовестно. Нет, существует в мире систем, которыми нельзя было злоупотреблять. Это зависит от того, какой будет контроль со стороны общества, как будет вести себя масс-медиа, насколько общество взрослое, насколько общество вообще позволит себя дурачить. По-моему, понятно, как будет вести себя масс-медиа, потому что 80% масс-медиа сконцентрировано в ДПМ, 40% ДПМ, 40% в грубой форме, если я поражаюсь. Это не самая хорошая новость на сегодняшний день. Да, поэтому, когда вы говорите, что я не верю, что можно, мне есть что вам возразить. Нет, я не сказал, что я не верю. Я сказал, что поскольку избиратель остается тот же, система существенно повлиять на результат не может. Но может. Конечно, может. Хорошо. Если избиратель, взрослый, и он не продаст до 100 грамм свой голос, если в день выборов он не пойдет кушать шашлык, а все-таки выйдет на выборы и скажет то, что он думает, если он не поведется за какой-то дешевой политической рекламой и не поверит обещаниям, что будет хлеб 16 копеек, кикла колбаса 3,20 и так далее. Потому что у каждой партии в своем арсенале есть такого рода инструменты. Если это взрослый избиратель, поймите, никакая система не сможет существенно поменять. Но если люди будут себя вести так, как вели себя в последние 22 года, ну тогда все возможно. Вы меня извините. Все абсолютно возмущались. Я уже смотрел так. Слушайте, но выбрали же президента, поверив в новость о 300 сирийцах, всем обещаниям главе государства, которые выполнены, не были, в силу того, что позже он вдруг понял, что полномочия-то его ограничены и так далее. Знаете, мне стыдно за наших людей, что они в это поверили. Это на самом деле, этим гордиться нельзя. И я думаю, что господину Додону тоже должно быть стыдно, что он прибег к этому трюку. Победу любой ценой, видимо. Ну хорошо, мы на самом деле очень много внимания уделили Игорю Додону, хотя вернемся к этой теме. Вы идете по-настоящему. Да, 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 да. Но вы знаете, 21 канал, и мне нравится этот формат. Мы можем выйти иногда за пределы лимита нашего времени. Это хорошо. Эту роскошь мы себе можем позволить, к счастью, для меня в первую очередь, потому что я особо вас не поторапливаю, но все же. У Майя и Санду был не менее высокий результат. Вы сами говорите, что отрыв между кандидатами был небольшой. 70 тысяч голосов – это не очень много. Мой вопрос очень прост. Удалось ли ей как политику, и вновь у вас есть политический опыт, капитализировать этот результат, который для меня лично очень высок, учитывая, что у нее не было ни масс-медиа, ни особых финансовых ресурсов, ни какая-то открытая поддержка из-за рубежа в виде фотографий, которые висели бы на баннерах с политическими лидерами из-за рубежа. Дровь сравниваю ее силы с силами Игоря Додона, не раскрученной партии и так далее. Это был высокий результат. Теперь вопрос в том, капитализировала ли она, как политик, этот результат. Она прибавила очки или они истратились? Я не знаю, на самом деле, может быть, кто-то, кто занимается более… Субъективно. Субъективно, я вам скажу. Для того, чтобы более предметно ответить, все-таки нужно облакиваться цифрами социологическими. Мое восприятие такое по поводу госпожи Сандо. Она на самом деле была отличный результат. Это был очень хороший результат. Для нового политика. Для нового политика. Для нового политика и для политика правых взглядов. Тем более после кражи миллиарда, после того, как правоцентристские правительства, которые правили, себя дискредитировали. Тем более, что она была членом этого правительства. На самом деле здесь было очень много, но она взяла просто потрясающий результат. И я думаю, что если бы наши избиратели, ее избиратель в тот день не сидел бы дома и не кушал шашлыки, кстати, к этому возвращаясь, возможно, она бы сейчас была бы президентом. И, возможно, наша страна бы сейчас как-то выглядела бы иначе. Но мне кажется, что как раз ее избиратели не злоупотреблял шашлыками в тот день. Вы знаете, я думаю, что все в равной мере злоупотребляли. Посмотрите на количество избирателей, которые были на выборах и общее количество включенных в списках. Поверьте мне, это всегда у нас есть такая особенность национальная. Поэтому я думаю, что результат у нее был очень хороший. Дальше что будет? Ну, нужно исходить из того, что... Дальше что было? Мы оглядываемся назад. Что было за этот год? Получилось больше или меньше? Не могу вам сказать. Потому что все-таки, когда мы говорим о партийных выборах... Вы так легко судите об Игоре Дадоне, а в ее случае, говорите, не могу вам сказать. Я более осторожно все-таки отношусь к этому. И потому что она все-таки является представителем не власти. Она является представителем... То есть вы считаете, что мы несправедливо поступаем, когда спрашиваем с оппозицией много? Нет, я просто здесь как... Неинтересно. Я вам объясню. Я считаю, что с моей стороны было бы некорректно, если бы я сейчас использовал вот эту трибуну, ну, чтобы сказать что-то неточное, которое бы... Но вы же использовали ее в случае Игоря Дадона. Или там вы просто уверены на 100%? Нет, потому что господин Дадон находится у власти. И это моя обязанность иметь критическое отношение к власти. Госпожа Санду находится вне парламентской оппозиции. И без моей критики... Так мой вопрос очень прост. Капитализировала ли она свой высокий, как вы в том числе говорите, результат? Ну, я думаю, что можно было бы сделать больше. Давайте так скажем, что как-то более деликатно. Я помню, как мы были в оппозиции, тоже вне парламентской. У нас были несколько другие стратегии. И все-таки нам удавалось навязывать коммунистической власти в то время свою повестку дня. И они реагировали на наши действия. Сейчас, я смотрю, ну, к сожалению, дела обстоят несколько иначе. Все-таки оппозиция вне парламентская, она в той ситуации, что реагирует, исследует игре, которая им навязывает политическая власть. А что бы она могла сделать? Ну, многое чего могла сделать. Я не политические консультанты, не могу ее консультировать. Я вновь отмечаю, что вы были участником, одним из лидеров оппозиции в свое время в качестве вице-председателя Либеральной демократической партии. Поэтому я вас об этом спрашиваю. Более того, как... Вы знаете, борьба с коррупцией – это очень важный элемент нашего общества. Это действительно очень важная проблема. Используя риторику борьбы с коррупцией, можно разрушить любого политика. Но невозможно что-то построить. Вы понимаете, вот тут такая логика. Давайте посмотрим на... А можно поконкретнее? Я пока не очень понимаю, используя риторику, кто ее использует? И в чем проявляется эта риторика? Вне парламентской оппозиции. Санду Настасье, вы о ней говорите. Ну да, Санду, скажем, что Настасье, это все-таки разное, из другого фильма. Но тем не менее, они вместе объявили, что идут на выборах парламентские. Не знаю, что из этого получится. Хорошая проблема в том, что в мае Санду нужно было изобретать 30 или 3 тысяч сирит. 300 тысяч. Аж 300. 300, да. Ну а если вы, как сказать, Настасье, там изобретать ничего не нужно. Они есть собственные. Поэтому я что хочу сказать, что возможно использовать антикоррупционную риторику, чтобы добить какого-то своего оппонента. Это возможно. И господин Гимб использовал эту риторику, и он действительно добил господина Филата. Но эти голоса пойдут к господину Гимбу? Пошли ли эти голоса к нему? Давайте посмотрим на выборы в 2011-2014 годах. Вы поймете, что это не совсем так. Поэтому общество, да, оно выслушает, если кого-то обвиняют в коррупции. Конечно, его скомпрометируют, за него голосовать не будут. Но это еще не означает, что голоса, которые остаются свободны, обязательно пойдут в копилку тех, кто критикует. Люди, как правило, выбирают нечто другое. Но здесь нужно вновь читать между строк, потому что вы говорите... Почему? Я учу меня, что это через строки? Для тех людей, кто не следит пристально за информационной картиной, оппозиция использует антикоррупционную риторику? Естественно. В чем она проявляется? Оппозиция пока говорит, что нужно посадить одного олигарха. Это она говорит. Но олигарх – это одно, это элемент один, это долой царя. Да, да, да. Но общая картина – борьба с коррупцией. То есть, может быть, вы так это есть. Основная проблема представляется как коррупция. Потому что борьбу с коррупцией сейчас, по-моему, на этой волне сейчас как раз-то представитель власти. Поэтому я вас прошу уточнять бесконечными арестами, активностью небывалой Национального центра по борьбе с коррупцией. И так далее. Поэтому я уточняю. Потому что тут может сложиться неправильное впечатление у тех, кто вас слушает. Основное место – власть и другое. Стабильность, стабильность, еще раз стабильность. Вы разделяете этот месседж? Стабильность? Ну, я считаю, что стабильность без движения – это застой. Стабильность – это хорошо. До определенного момента потом нужно двигаться вперед. Тоже обтекаемо так. Отдай вам должное. Куда более конкретно. Я думаю, что это абсолютно ясно всем. И то, чего нам не хватает сейчас, это именно… Да, действительно, мы достигли стабильности. Но мы должны уже двигаться вперед. Потому что так долго продолжаться нельзя. Просто мы останемся без людей, если не наступит какой-то перелом в экономической сфере, чтобы люди начали больше зарабатывать и так далее. Просто мы потеряем всех людей. Сейчас границы открыты. Извините, каждый может устроиться на работу куда угодно, без проблем. Паспорта у всех есть. Никакие патриотические аргументы не будут действовать. Если за ту же работу, которую здесь получаешь, 3000 лей, я не знаю, за час лета на самолете ты можешь получить 800 или 900 евро. Поэтому стабильность есть. Но это только первый шаг. Надо развивать экономику страны. Вернемся к Майосанду. Вы считаете, что она могла, была бы его сделать больше? Предпочли вот так именно высказаться, чтобы пощадить ее, поскольку вы подчеркиваете, что она все-таки представитель оппозиции. Я думаю. Сложно создавать партию, потому что людей активных, думающих, к сожалению, не так много остается в стране. Сложно создавать партийные структуры в сельской местности. Это было сложно, когда мы занимались. Потому что тоже этот ресурс учителя, врачи, люди, которые более или менее интересуются политикой, он уже был на исходе. Сейчас он практически исчерпан. Там просто довольно сложно это все организовать. Поэтому, естественно, можно было бы сделать больше. Но я опять... Я правильно вас поняла. Уточните, пожалуйста. Вы считаете, что решение, которым было объявлено, идти общим блоком партии Майосанду, партии действий Солидарность, партия, которую возглавляет Андрей Анастасий, платформа «Достоинства и правды», по-вашему ошибочна? Я не думаю. Ну как? Кто я такой, чтобы я судил? Ошибочно или нет? Я могу говорить о своем личном восприятии. В политике не всегда один плюс один означает два. Иногда, может быть, два отдельных конкурента могут больше получить. Тем более, что избиратель разный у этих двух конкурентов. Я так думаю, что он все-таки разный. Есть люди, которые голосовали за Майосанду, но после того, как в этом уравнении появляется менее, скажем так, приятное лицо, возможно, они смогут искать кому-либо, отдать другие предпочтения. Я не знаю, если это чем-то закончится. Потому что они только сейчас об этом объявили. Возможно, не состоится даже никакого. Или какой-то будет блог. Да, за год могут произойти. Много чего изменится. Но мне кажется, что все-таки, несмотря на то, что они... И обе эти партии разделяют антикоррупционный месседж, но, по-моему, у них все-таки разные избиратели, и не всегда эти избиратели будут готовы голосовать друг за друга. То есть сравнивать с ситуацией президентских выборов в данном случае, вы считаете, неуместным? Потому что партии вместе будут участвовать... Да, разные люди. Вы поймите, партии – это живые организмы. Все-таки люди, нужно будет создавать списки, появляется конфликт. Это вообще сложный процесс. У нас вообще не было опыта создания блоков, которые бы работали. Они работали максимум до дня выборов. Они разваливались буквально все избирательные блоки на следующий день. А в чем была причина каждый раз этого разума? Ну, потому что люди разные, их объединяло только одно – как прийти к власти. А на самом деле были люди с абсолютно противоположными взглядами. Скажите, давайте возьмем блок Альянс Наша Молдова. Что общего между взглядами господина Серафима Иракяна и Виталия Павличенко? Что между ними общего? Абсолютно ничего. Поэтому это объективный процесс, что они распадаются. И в каждой партии есть свои противоречия, есть свои интересы, есть свои определенные внутренние процессы. Сложно иногда как-то уладить все эти шероховатости. Поэтому, как правило, партии, которые имеют шансы на выбор, проходные, они должны идти отдельно. Потом уже в отдельную копилку создавать, я не знаю, постэлектральные блоки, они более живучи и более долговечны. Спасибо вам, господин Тенаси. Я не хочу прерывать эту беседу, но для того, чтобы такие эфиры могли существовать, мы прервемся на рекламную паузу. Мы вновь в студии, чему я очень рада. Александр Тенаси, гость сегодняшней программы главная. Главное, господин Тенаси, мы говорили о годовщине президентских выборов, которые состоялись 30 октября 2016 года, чтобы подвести черту под этой темой. Общий вердикт минувшему году вы можете вынести? Учитывайте надежды, которые были связаны с этими выборами. Или надежда не в счет и не нужно об этом даже говорить. Это очень хорошая сторона того, что произошло за этот год. Во-первых, мы наконец-то поставили большую точку в том долгосрочном конституционном кризисе, когда постоянно распускали парламент из-за невозможности... Вот я как раз об этом бы не хотела говорить сегодня, потому что это все-таки решение, которое вы в том числе принимали. Когда принималось это соответствующее решение, приведшее к прямым президентским выборам, вы были в составе конституционного суда. Поэтому тут вы, если ранее вы говорили, подчеркивали, что да, я субъективен. Тут вы тотально субъективен. Я абсолютно уверен в том, что... Еще бы вы сказали нечто иное. Нет. Вы же не можете противоречить принятым же самим решениям. Я не согласен сам с собой. Бывают такие моменты, будучи абсолютно трезвым. Я хочу вам сказать, что это абсолютно правильное решение. И вот этот год подтвердил тому. Да, тот факт, что избрали президента, который мне лично не подушевал. Но все-таки он подушевал другой части населения. В конечном итоге... А мне нравится, что вы считаетесь мнением, которое противоречит вашему взгляду. Но это все-таки демократия. Так должно быть. У нас в стране это встречается очень редко. Но это основное правило демократии. Кто не с вами тот против нас, обычно это работает. Ну, да. Но это примитивно, это ни к чему не приводит. Согласна. Поэтому, да, мне не нравится то, как люди проголосовали. Но с другой точки зрения, институционно дела обстоят намного лучше, чем раньше. У нас есть четкое понимание того, как будет формироваться будущее политическое объект. То есть для вас правила игры стали понятными? Ну, они абсолютно ясны. Сейчас невозможно ими манипулировать. Невозможно иметь и президента, и исполняющего обязанности в течение трех лет, как у нас было. Да, но оказалось, что за минувший год власть укрепилась у демократической партии. Что демпартия укрепила свою власть. Это просматривается совершенно очевидно. Демпартия укрепила свою власть. Всегда какой-то актер берет больше власти, когда у него больше инструментов. После выбора, возможно, будет другая власть. Кто возьмет в себя больше власти? Это абсолютно нормальный процесс. До той точки, когда соблюдаются демократические правила игры. Вот я хочу именно эту деталь подчеркнуть. Что каждый политический актер, игрок, он имеет право сделать абсолютно все, чтобы получить больше популярности, больше влияния в правительстве, больше влияния в парламенте. От этого зависит возможность. Я понимаю. Но смотрите, если посмотреть назад, я что вижу, что за минувший год, да, тогда было столько эйфории у всех. А, прямые президентские выборы. Мы лично пойдем выберем нашего президента. Примем участие. Вот эта вот иллюзия, мне кажется, это иллюзия выбора. Ближе к этому. Но иллюзии выбрали. Я абсолютно уверен, что очень много людей... Но если посмотреть, что стало после, или к чему это привело, это привело для меня к укреплению власти Демпартии. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я констатирую, что спустя год укрепилась власть Демократической партии. Ни президента, ни оппозиции, а именно Демократической партии. Вы что видите спустя год? Не, ну я не могу с вами не согласиться. Это абсолютно очевидно, что Демократическая партия консолидировала свои позиции абсолютно по всем... Везде, где это было возможно. Где-то это было достигнуто более демократическими инструментами, где-то менее демократическими. Поэтому, да, это факт, что они укрепили свою власть, но это не связано с тем, как избирали президента. Если бы парламент назначил какую-то марионетку или и замещающего президента, дела бы обстояли иначе. В конечном итоге власть Демократической партии исходит из того, что они получили большинство в парламенте. Имея большинство в парламенте... Они сумели сформировать большинство, получить его не получилось. После разгрома либерально-демократической партии, они сформировали большинство в парламенте, которые дальше... Это системнообразующий процесс. Дальше они уже, конечно, получили контроль над всеми. И если бы они избрали президента в парламенте, ну да, не был там господин Эдон, может быть, был кто-то другой, Пупкин или какой-то. И что бы с этого поменялось? Хорошо, летит время, как обычно бывает, когда легко общаться. Поэтому перейду к другой теме. Очень свежая тема, не менее свежая, чем годовщина президентских выборов. Тема назначения министра обороны господина Стурзе. Йеуджен Стурзе. Чтобы люди не путали с бывшим премьер-министром. Йеуджен Стурзе – молодой 32-летний мужчина, который в свое время работал. В СМИ пишут советникам премьер-министра Лата Филата Юрия Лянко. И теперь он стал министром обороны. Чтобы мы не повторяли, не обсосывали долгую историю того, кто что сказал, и как приводило, что привело к его назначению. Мои коллеги и журналисты говорят, что в стране после того, как он был назначен, были приняты ряд решениями. Конституционным судом был разрешен конституционный кризис. Не знаю, насколько уместен этот термин. Потому что президент отказывался дважды его назначать. Пришлось обращаться в Конституционный суд Демократической партии. И коллеги мои говорят, что конституционный кризис был разрешен. Существовал конституционный кризис, возникший вокруг в результате невозможности длительного времени назначения министра обороны. Или вы видите как-то иначе ситуацию? Ну, возможно, он конституционным кризисом является. Это было все-таки, вы говорите, конституционный кризис? Да, но все-таки нужно уточнить, что это был одновременно и институционный кризис. Это важно? Ну, это важный вопрос. Ваш транспект данного решения. Само решение суда, само решение суда. Я знаю, вы не будете критиковать коллеги. Я могу их критиковать без проблем. Вы понимаете, нет никаких ограничений, если бы... Но здесь сюрпризов, я от вас не жду, я к этому. Вы действительно не будете критиковать. Противников данного решения, вот я хотел бы услышать, а как бы они видели? Ну, судя не в этом... По-моему, это единственный был вариант... Я только хотела уточнить, да, вы говорите, это был конституционный кризис. Президент сказал, что судьи, ваши коллеги сделали еще один шаг к узурпации власти стране, потому что на время отстранили его от занимаемой должности, чтобы премьер или спикер, в итоге это сделали оба, назначили министра обороны Еуджена Стурзе. Но и тут понятно, голова государства говорит, что конституция была... Что, судя, простите, сделали еще один шаг к узурпации власти, вновь повторюсь. Да. Ну, и здесь нет вопросов у меня к вам, потому что четко говорится, глава государства должен дважды, если дважды ему предложили, второй раз ему предлагают кандидатуру чью-либо, он уже должен либо подписать, либо утвердить кандидатуру, если речь идет о законопроекте, он должен... Мы проморгировали. Мы проморгировали. Тут нет никаких вопросов. Вопрос в другом возник. Вот эта вся ситуация показала, что у нас президент должен быть из-за этого положения конституции декоративной фигурой, то есть он действительно обязан это делать. И с другой стороны, партия власти, демократическая партия не должна как-то считаться с его мнением, потому что он ведь сказал, я считаю Стурзе непрофессионал и так далее, и так далее, предлагая другого человека. Демпартия сказала, нет, мы все-таки его назначим. И так мы и пришли к тому, что вы сказали, да, называется конституционным кризисом. Вы знаете, демократическая партия с господином Додоном, когда им нужно было, они договаривались. По послам же договорились. В том-то и дело, я не видела никакой попытки диалога в данном случае. Каждый уперся на своем, настояла все. Я не думаю, что прямо-таки... Дело в том, что этот кризис, он длился не один день, а длился в течение года. Это означает, что кризис на самом деле был управляемым. И поддавался определенному контролю. Потому что если бы на самом деле столь важна была бы назначить министра обороны, но вот не может страна без министра обороны жить, я думаю, что кризис, он возник бы в январе 2017 года, или в феврале после отставки господина Шавару, но не через год. Это говорит о том, что определенный контроль над процессом ДОД. Второй аспект. Я думаю, что господин Додон просто играет на публику. Он абсолютно четко понимал, чем это все закончится. Я понимаю. Действительно, его аргумент об узурпации власти в случае Конституционных судов абсолютно... Они не обязательно в узурпации власти. Ничем не подпитаны, потому что вновь. Вопрос в том, если посмотреть на ситуацию. Или так. Зачем демократическая партия настояла на своем кандидате, не предприняв попытки каких-либо принятия компромиссных решений? Ведь не было ничего подобного. Не было третьей фигуры, на которой могли бы сойтись стороны. И поэтому кажется, что они используют президента как просто декоративную фигуру, зная, что он так или иначе по Конституции обязан второй раз подписать то, что ему кладут на стол. Ну, тут тоже в нюансах нужно чуть-чуть... Сделайте это. Не, ну нюансы здесь очень важны. Дело в том, что демократическая партия, если вы заметили, как политическое формирование. Ну, это довольно жесткое устройство, и они обычно не договариваются, и они давят на своем. Да, я заметил. И они пробивают свое решение. Очень крайне редкие случаи, когда они могут сделать шаг назад. Но я не думаю, что это касается именно процедуры назначения министра. Я думаю, что господин Стурза, он представляет не демократическую партию. Он представляет... Формально он не представляет демократическую партию. Я думаю, что здесь не только формально. Он представляет на самом деле партию господина Лянка. После того, как из коалиции выбыла либеральная партия, господин Лянка стал важным игроком. И его партия играет большую роль вновь сформавшейся коалиции. Поэтому, скорее всего, мы можем только так судить, это не было еще официально сказано где-то, скорее всего, какое-то соглашение между господином Лянкой и демпартией было по поводу занятия должности министра обороны. И, видимо, поэтому правительство не могло пойти на какие-то уступки. Потому что если бы это был кандидат от демократической партии, кто знает, возможно, они бы договорились, возможно, они бы нашли какой-то консенсус. Но когда в любой конструкции принимают участие и третье лицо, при которой ты имеешь обязательство, как можно было что-то поменять. Вот я так вижу. Это первый нюанс, который вы уточняете. А вторая часть моего вопроса, это значит, что положение Конституции, согласно которым глава государства обязан второй раз промульгировать, подписать, утвердить то, что кладут ему на стол из правительства или парламента, позволяет демпартии использовать его фактически. Дело в том, что таков статус президента в парламентской республике, таков статус президента Литвы, таков статус президента... Да и в Румынии, я вам скажу, что даже во Франции, где президентская республика, примерно такой же статус, это не активный игрок. Президент во всех этих странах демократических системах, он является нейтральным арбитром. Но он же здесь даже не арбитр. Он здесь должен выполнить чью-то волю. Знаете, на чем основывается на самом деле сила президента? На уважение со стороны всего политического класса и общества. Когда он действительно... Вы отходите, вы берете... Нет, я не отхожу. Нет, 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 а мы, что вы отклоняйтесь, вы берете в господину. Это было нашего разговора. Когда я вам сказал, что господин Данон так и не стал президентом, естественно, если бы он все-таки был президентом всех граждан и обладал бы просто неоспоримым авторитетом, маловероятно, что правительство позволило бы себе игнорировать его точку зрения. Будь то по суде... То есть его все-таки игнорируют? Я думаю, что игнорируют, потому что его позиция такова, что он ведет себя как лидер партии, он строит свое существование политическое, именно исходя из этого противостояния, и он ведет себя как избирательная компания. Поэтому к оппоненту, который ведет себя на равных, ты применяешь те же абсолютно инструменты. Если бы он был выше процесса, скорее всего... Ну давайте посмотрим, я вам дам пример назначения прокурора Литвы, где закон, как у нас. Президент не обладает исключительным правом его назначения, но все-таки парламент не может противиться. Три месяца они там где-то научат. То есть суть этого дела в авторитете. В авторитете и в уважении. А так авторитет его уважают его избиратели, а этих избирателей уважают их избиратели. И тут уже стенка на стенках кто кого. Поэтому ничего-то и другого и выйти не может. Уточните еще один момент. В результате того, как был назначен министр обороны в обход президенту, я так скажу, с участием президента. Он был назначен президентским указом. Просто президент не пожелал... В обход президента Игоря Дадона. Вы знаете, Игоря Дадона, он сегодня, завтра будет другой президент. Да, возьмем Игоря Дадона конкретно. Создан президент. Есть и такие мнения, я слышу теперь от людей, которые комментируют это конкретно разрешение этой ситуации. Прецедент на предмет чего? На предмет того, что в будущем даже не будет необходимо соответствующее решение конституционного суда, чтобы в случае, если президент дважды отклонит... Это невозможно. Это неправда. Это невозможно. Это действительно уже звучит в информационном пространстве. Достаточно авторитетно, я скажу, людей. Это невозможно. Без решения конституционного суда невозможно встанить президента. Четко прописано в решении. То есть, если еще раз возникнет ситуация, когда глава государства дважды отклонит какую-либо инициативу... Нужно снова обращаться в конституционный суд. И все. Это абсолютно однозначно. Прецедентное право здесь не работает. Ну, прецедентное право работает всегда, но это четко прописано в самом решении суда. И от этого руки нельзя. Тут нельзя как-то ссылаться на прецедент, а нужно ссылаться на положение письменное решение отсюда. Хорошо. Спасибо, что уточнили. Я слушал это в интервью радио «Свободы» Европа Либера. Говорил об этом и коллега-журналист Анатолий Голи. Мне показалось это интересно. Прецедента здесь быть не может. Да. Что может произойти? Дело в том, что... Ну, надеюсь, что это уникальный, и единичный случай. Но плохой пример заразителя. И я надеюсь, что это не станет универсальным решением, инструментом для решения всех споров. Ну, разве есть здесь место для надежды, когда мы говорим о праве? Или да, или нет? Есть, конечно. Вспомни, когда правительство прибегало довольно часто к этому инструменту принятия... Взятие на себя ответственности за... Ответственности, да. Подменяйте самому компетенцию парламента. Это конституционно, это абсолютно конституционно, но все-таки тоже факт. Можно злоупотреблять. Да. И я всегда говорил, что да, это все-таки экстремальный случай, когда говорят, ну, нужно выходить из ситуации, но нельзя этим править. В Бухаресте пять лет господин Басецку правил именно использует этот инструмент. Он вообще не спрашивал ни о чем парламент. Правительство само выносило и принимало законы. Слава богу, у нас от этой практики отошли. Потому что намного проще, когда правительство голосует без дебата в парламенте, и через несколько дней это становится законом. Но к этому прибегать нельзя. Поэтому и в этом случае я уверен, что один кризис они все-таки разрешили. Я уверен, что господин Датон будет все-таки менее упорным и будет более осторожным в будущем, и попробовать быть более гибким, чтобы не доводить ситуацию до отстранения, как это было в прошлый раз. Я думаю, что это мой... Вы говорили, если ему это надо будет. Если ему не надо будет гибким, он не будет. Что мы повторяемся. Это и по репутации президента бьет. Когда президент отстраняет от власти вследствие абсолютно всем, но это очевидно, кто виноват в этом конфликте. Он же говорит совершенно иные вещи. Он говорит об узурпации власти конституционным судом. Хотя понятно, там все, кто желает, может открыть конституцию. Она есть и в интернете, где черным по белому написано, что глава государства должен второй раз промульгировать то, что... Не все же верят во все эти глупости. Поэтому я думаю, что все-таки есть довольно активная часть общества, которая... Хорошо. И еще одну очень свежую тему. Действительно летит время. С вами так обычно и бывает. Участие господина, появление господина Трояна Басеску в молдавско-политической жизни вызвало и продолжает вызывать ажиотаж. Он теперь стал частым гостем в Республике Молдова в качестве председателя почетного партии ПУН, партии национального единства, партии Дулуни Тети Национали, которые создали господин Шалару и рядом с ним Анна Гуцу, оба выходцы из либеральной партии. Вы унионисты и никогда этого не скрывали, поэтому... Ну, так, по-моему. Я вам на это говорил о том, что... Нет, вот такое впечатление у меня сложилось. Мне сложилось, что вы унионисты. Скажите мне, что такое унионисты? Человек, который тратует за объединение Молдовы с Румынией. Ничего криминального. Вы знаете, я вам скажу одно. Просто уточняю. Дело в том, что... До тех пор, пока эта идея обсуждается, ничего криминального. Ну, да, нет, мы живем в свободной стране. Это, конечно, можно исповедовать. Когда мы говорим об унионизме, всегда нужно уточнять, что не существует ни одного проекта об объединении этих двух государств, республики Молдова и Румыния. Не существует. Надо также уточнить, что никто в Румынии, я имею в виду серьезные политики или те, которые находятся в власти, не рассматривают данный сценарий как реалистический. Пока. Ну, почему пока? Ну, 25 лет все-таки никто не рассматривал. Я не встречал. Возможно, они есть. Я сейчас не буду, конечно, судить. То есть, в том числе и господин Басеску? Господин Басеску не является представителем румынских властей. Господин Басеску представляет одну румынскую партию. Политические партии, чтобы получить поддержку на выборах, они идут с разными идеями. Ну, вот господин, когда он обещал, я не знаю, ЕвроАЗС, господин Басеску обещает, что будут объединения с румынами. И почему я хочу сделать эти уточнения? Дело в том, что всегда я позволю себе иметь определенные недоверия к тому, что происходит. И по отношению к господину Басеску. Я объясню, почему. Давайте вернемся в историю. Что происходит, вы говорите вновь? Просто уточните, чтобы всем было ясно, о чем вы говорите. Ну, почему, почему... Да, конечно. Почему я отношусь к этому с недоверием? Именно к этому проекту? Ну, к этому месседжу у него низкому, который сейчас господин Басеску его в частности продвигает. У нас короткая историческая память, но я помню прекрасно, как в 93-м году господин Рожко тогда, он еще не работал официально на спутнике, а работал лидером христианской народной партии, как она называлась у него. И как они всех призывали... ХДНП на сегодняшний раз. ХДНП, вот, как они там всех призывали. Не то, что объединение с Руманией, но они просто всех... Просто они стирали в порошок, кто не был с ним. Согласен. Я думаю, что это было сделано специально, чтобы мобилизировать весь электорат, который думает иначе, и обеспечить победу на выборах аграриями и социалистами. И они того достигли. То же самое господин Рожко сделал и во второй раз. Это уже было перед парламентскими выборами 2001. 2001 года, когда нужно было обеспечить господину Воронину победу на выборах. Но потом господин Рожко, конечно, сменился. Формально он уже стал работать на спутнике. В смысле на спутнике? Ну, как это называется? Где он сейчас работает? На НТВ. Нет, но руководил агентство спутника. Вы можете посмотреть по всем ресурсам, кому подчиняется данное ведомство. Поэтому после этого выбора господина Дадона, я прекрасно помню, как перед выборами в центре города развешивали огромные триколоры. И как-то после выбора все этого не стало. Вот не стало. И поэтому у меня есть законный вопрос. Законное право подвергнуть сомнению, что то, что люди некоторые говорят и творят, они преследуют именно эту цель. А все-таки не руководятся другими более скрытыми интересами. Почему сейчас? Ну, я думаю, что есть большой риск, что реферианум по отзыву господина Киртокина состоится. И нужно как-то мобилизировать электорат. Это же не с партии социалистов посоветовала Шалару пригласить по СИСКу. Когда торгуешь каким-то товаром, ты должен показать, что угроза немнимая. Господин Дадон говорит об угрозе унионизма. То есть нужно ее создать, я понимаю. И нужно показать видимость, что она существует. И почему-то у меня создается впечатление, что... А к чему нити ведут? Это господин Дадон общался напрямую. Я не смотрю РАН-ТВ и не люблю теорию заговора. Потому что это уже как-то не хочу в параналитарной схеме идти. Простите, вы меня сами навели на этот вопрос. Вы проводили параллели с тем, что существовало ранее. Начиная с 1993 года. Так сейчас вы с чем проводите параллель? Чью победу призван обеспечить БСС? Вы знаете, это факты, на которых я всегда ссылался. Когда что-либо анализирую. Я просто не обязан верить во все глупости, которые мне показывают по телевизору. И все-таки, когда мы все это попытаемся объяснить, ответить на... Я чувствую, да. Я об этом не спрашиваю. Я думаю, что поскольку нет ни одного проекта по объединению Румыния с Республикой Молу, не существует таких проектов. Поскольку ни одна европейская канцелярия сейчас не рассматривает такую возможность. Поскольку бухарестские политики не рассматривают такую возможность. Поскольку данные действия, они наносят вред на самом деле румынскому правительству, который должен постоянно объясняться и оправдываться, что он не питает никаких реваншистских намерий. Это все не работает на благо отношений между этими двумя государствами. Вот поскольку все это? Поскольку все это, я думаю, что возможно есть другие объяснения. Которые вы не называете по-прежнему. Ну давайте, знаете как, люди, каждый пускай делает свои выборы. Я просто привел факты, которые мне лично. Возможно, я ошибаюсь. Я ничего не утверждаю, но у меня есть сомнения на этот счет. Почему сейчас и почему в такой жесткой форме? Вот почему нужно было проводить какие-то акции во время избирательной кампании господина Додона, унионистки? И куда эти все акции исчезли буквально на следующий день после выбора? Объясните мне, пожалуйста. Возможно, это совпадение. Возможно, и то, что господин Горошко делал, это совпадение. И очень много может быть совпадений. Но почему-то трудно вериться. Дело в том, что инструменты манипуляции общественным мнением, они довольно разные. Они очень изощренные. И они глубоко скрыты. И не всегда то, что ты видишь, означает, что на самом деле так оно и есть. Поэтому господин Басецкий, я к нему имею огромное уважение за то, что он сделал в Румынии. По борьбе с коррупцией. Там есть действительно прогрессы, но неоспоримые. А когда речь заходит о некоторых действиях, которые все-таки происходят здесь у нас, я имею право все-таки подвергать сомнению, какова их истинная цель. Спасибо вам за это заявление. На этот раз однозначно. Бестрое точие. С точкой в конце. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о выборах и о приближающихся, в том числе парламентских выборах, эта партия, партия Пунна, сегодня намерена пройти в парламент. И многие люди, с которыми я беседовала в этой студии, говорят, что у них есть все шансы это сделать, заменив либеральную партию в составе будущего парламента. Потому что освобождился электорат унионистов, люди утратили доверие к Михагимпу и либеральной партии, им нужны новые лидеры, новые герои. Вот при этой картине, если, как вы считаете, пройдет ли в будущий парламент, может ли рассчитывать, простите, что реформулирую, господин Басецку на прохождение в состав будущего парламента? Может быть, не он, а партия Пунн. Он пока нет, потому что у него нет гражданства. Ну, давайте разные понятия, господин Басецку и партия. Нет, 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 партия Пунн, в предвыборной кампании которой будет в статусе почетного председателя участвовать господин Басецку. Я думаю, что если партия господина Шалеру пройдет в парламент, она пройдет только потому, что люди, которые находятся в этой партии, будут заниматься политикой, будут убеждать, чтобы за них голосовали, будут искать подходящих кандидатов, которых можно будет выдвинуть по одномандатным округам и будут бороться за власть. Только в этом случае. Ни в коем случае я не думаю, что возможно провести какую-то партию только потому, что господин Басецку скажет, что вот они мне нравятся. Я думаю, что сильно-сильно... То есть потрудиться все-таки придется. Нет, я думаю, что... Пройти в парламент на имени Басецку не получится. Я думаю, что это невозможно. Я не вижу ни одного аргумента в пользу того. Давайте посмотрим, сколько людей участвовало здесь на выборах, и которые голосовали за господина Басецку. Ну, это порядка 10-12 тысяч. Для того, чтобы пройти в парламент, нужно 1060-70. Это разные цифры, и это абсолютно разные электоральные упражнения. Поэтому маловероятно, что... Да, возможно, знаете, присутствие любого более знакомого, более известного лидера в участии какой-то партии, которая только создается, это и на благо. Но как-то приписывать победу или успех какой-то партии... Это удалось только господину Дудону. То есть рассчитывается только на... Господину Дудону с Путиным удалось. Фотография все-таки, так сказать, мироточащие... Мироточащие селфи помогло ему стать президентом. Я не думаю, что то же самое возможно и с этой стороны. Почему? Потому что Путина нельзя сравнить с Басецкой или Басецкой с Путином? Разные... Ну, Путин имеет совсем другого рода электорат, совсем по-другому. Тем более, что здесь, конечно, Россия имеет серьезные медийные ресурсы, которыми он управляет. Ну, и румынских телеканалов немало. Ну, здесь нету. Они практически... Нет, нет. Есть Тверея, есть РОТВ, есть Зечи ТВ, канал, который продвигает идею неонизма открытой и активно. Есть, есть. Мы не можем говорить, что нет этого. Слушай, нельзя сравнить пропаганду и те инструменты, которые... Ну, не так искусно, вы говорите. Ну, слушай, ну, вы, извините, Россия тратит около 5 миллиардов долларов в год. Согласна. Согласна. Это все-таки... Это очень серьезная машина. И не сопоставим абсолютно размеры и возможности. По качеству согласна. И по качеству, ну, и... Поэтому до тех пор, пока мы отклоняемся от темы, но до тех пор, пока люди борются с российской пропагандой с путем запретов, побороть ее, мне кажется, невозможно. Ну, российская пропаганда заключается не только в... Продукт качественный, медийный. Не только на СМИ, где-то все-таки более, то есть, хибридная война. Мы говорили о СМИ, поэтому. Ну, это неважно сейчас. Хорошо. И еще один момент, поскольку мы говорим об унионизме, но интересно, что вы, когда я сказал, что вы не скрываете, что вы унионисты, очень осторожно к этому подошли. Я просто не помню, что когда-либо я такого заявлял. Ну, я помню, когда мы с вами говорили о вашем двойном гражданстве, вы очень отстаивали свое право его иметь в качестве председателя конституционного. Я и сейчас его отстаиваю. Сюда тогда это было. Конечно, я и сейчас его отстаиваю, потому что это законное право, закон предоставляет. Я думала, что вы пользуетесь двойным гражданством не потому, что вам так удобно передвигаться по миру, а потому что вы идейно разделяете этот концепт, поэтому я вас автоматически записала в унионист. Люди разные, почему они пользуются двойным гражданством, но граждане... Да, вот вы для меня из другой категории, поэтому я сказала о том, что вы не скрываете, что унионист, но оказывается ошиблась. Ну, я ни разу не заявлял, поэтому мне очень интересно. Ну, так заявите это сейчас, да или нет? Вы знаете, я вам скажу одно. Всегда нужно быть очень точным в выражениях. Я всегда говорил, что язык, наш язык, он является румынским языком. Я всегда говорил, что наша культура едина с румынами, у нас единое историческое прошлое. У нас очень много общего. Это основной наш партнер. Это экономический, торговый и политический и так далее. Просто неоценим роль Румынии в выживании Республики Молдова. Она просто сложная, как не заметить. Они, начиная с того, что ремонтируют наши садики, и кончая тем, что они занимаются, лоббируют наши интересы на международном уровне. Но я пока не потерял доверие в том, что здесь можно чего-то еще сделать. Я думаю, что есть еще шансы здесь что-то построить. Но в конечном итоге, если мы подойдем к той черте, которая называется failed state, нам нужно будет сделать выбор или в одну или другую сторону. Но мы идем к той черте, к сожалению. Все-таки мы в том направлении, если посмотрите на то, что происходит вокруг нас. Но я не думаю, что сейчас мы находимся в той позиции, чтобы заявлять о том, что тут все потеряно, ничего нельзя исправить. Активность господина Дадона, простите, господина Басецку в Молдове, активность последнего времени, появление, казалось бы, нового, но на самом деле старого университетского проекта просто тяжелится, но под новым названием, названием партии народного единства. Ну, не совсем так. Все-таки разные люди. Разные люди. Они всегда были разными. Вообще, либеральная партия, это довольно просто. Ну, я сужу потому, что там тот же господин Шалару, например. Ну, в самой либеральной партии, это единственная партия, которую там покидали десятки депутатов в разные моменты. Поэтому я думаю, что все-таки люди разные, господин Гимпу, это из одного фильма, а господин Шалару... А, простите, господин Шалару, Анагуцу, это все бывшие депутаты парламента. Я знаю, да, и в любую. Лица те же, я об этом говорю. Да. Элементы новизны тут мало. Это на поверхности. На самом деле, все-таки это разные люди с разными политическими... Безусловно, Михаил Гимпу, Анатол Шалару, это разные люди. Здесь все верно. Но как участники политического процесса, они были его участниками. Может быть, не обладали властью, но, тем не менее, были к ней причастны. Вот о чем хочу спросить. Мне кажется, это важным. Об этом очень и очень мало говорится. Я наблюдаю реакцию на инакомыслие или на все то, что не соответствует идее объединения с Румынией. В общем, достаточно высказаться против, и вновь это относится и к другому лагерю тоже, но, в частности, мы говорим об унионизме. Достаточно высказаться против унионизма, и ты автоматически, к моему сожалению, записан в румынофобы. Анти-унионизм и румынофобия – это разные вещи. Почему для людей не разделение идеи объединения Молдовы с Румынией значит отрицательно приравниваться автоматически к отрицательному отношению почему-то к Румынии? Ну, разные вещи у разных людей. Согласна, но среди унионистов есть сегмент, который достаточно сказать, что ты не за, ты румынофоб. Это происходит и на уровне СМИ, к моему сожалению. Ну, знаете, хороший вопрос. У каждого по-разному господина, да, на самом деле он является румынофобом, я так считаю. Потому что вопрос не только в унионизме, вопрос в подходах вообще к отношению, ну, к историческим вопросам и так далее. Что такое румынофоб? Ну, человек, который, ну, как любая фобия, это боязнь чего-либо. Боязнь, но это патология, любая фобия, это все-таки то, и то, и то. Ну, слушай, румыния как таковой. Правильно. Вот, то же самое, ну, русофоб. Так? Как? Я не люблю путинский режим. Я не раздравляю, будь я русским рождественом, никогда бы заголосовывался. Но вы не русофоб. Но я не русофоб. Это разные вещи. Поэтому нужно, все-таки, нюансы здесь очень важны в этой ситуации. Согласна с вами. Что касается... Почему между понятием антиунионизм и румынофобия ставится знак равенства? Ну, я не думаю, что правильно его ставить. И я не думаю, что все его ставят. Конечно нет. Давайте вернемся в 1992 год. Вот мы в 1991 году провозгласили независимость. Так? Так, что нужно будет на повестке дня? Нужно было как-то легитимизировать власть, принимать конституцию, выбирать президента и так далее. Тем более у нас еще война была в Приднестровье. Так, что у нас делали наши тогдашние патриоты? Было достаточно просто не согласиться с тем, что, слушай, сейчас невозможно объединяться ни с кем. Сейчас нужно просто думать, как выживать. Вот все, больше нету союза, надо что-то строить. И тебя сразу записывали в румынофобу, и независимо, на каком языке ты говоришь. Поэтому я сам с этим сталкивался. И эта радикализация, я думаю, что тоже является определенным инструментом разделения общества для того, чтобы мобилизировать определенный электорат, чтобы он голосовал. Я согласна с вами. Но, в конце концов, решение принимают люди, которые подхватывают определенную риторику, которые предпочитают на любое инакомыслие отвечать хейт-спичем, отвечать агрессией, отвечать экстремизмом. Это зависит от культуры каждого. Сделал в культуре. Но нельзя здесь все-таки обобщать. Разные люди, разные подходы. Мне казалось просто всегда, что вот этот подход, он завредит самой идее. Я не думаю, что он универсальный, я не думаю, что он правильный. Потому что можно быть сторонником существования Республики Молдова как независимого государства и не быть руманофобом. Это разные вещи. Но, когда мы говорим о руманофобии, это все-таки касается более глубоких вещей. Это касается отношений к истории. Да, очень жаль, что политики и некоторые СМИ так небрежно относятся к этим понятиям. Они понимают, что все это влечет определенные последствия. Да, это серьезно разобщает наше общество. Это создает очень большие проблемы, проблемы объединения нашего общества. Странно, что те, кто хотят объединения, порой вот так вот разъединяют. Ну, не все. Я вам скажу, что я знаю людей, которые искренне в это верят. Людей очень, которых сложно заподозрить. Безусловно. И не обязательно все разделяют эту точку. Далеко не все, я вам скажу. Так получилось. И мы сейчас говорим об унианизме. Но, как я вам сказала, это, конечно же, относится ко всему. Я знаю, что вы любите философские вопросы. Мне они тоже очень нравятся. Как раз сегодня я слушала интервью Николеты Исиненко, которую она дала Виталию Спринчану на ТВ-8, одной из свежих. Она сказала, что мы живем в несостоявшемся мире. Она берет еще выше, потому что этот феномен существует на всех уровнях. Мы продвигаем фашистский дискурс и прячемся за свободой выражения. Продвигаем идею демократии и не имеем права задавать вопросы о Евросоюзе или критиковать Евросоюз. Потому что если мы задаем вопросы, можно сказать, по поводу унианизма или по поводу того же таможенного союза, то нас сразу причисляют к другому лагерю. Либо говорят, что мы засланы кем-то, либо говорят, что мы куплены кем-то. Почему это происходит в современном мире? Это касается не только Молдовы. Я с Николитой согласен, но вопрос здесь и в культуре, и в том, что в общество стало легче манипулировать, радикализуя определенный посыл, и сводя его до абсурда легче. Вы знаете, что является основным инструментом манипуляции? Это страх. Страх. Поэтому нужно человека загнать в страх. Он должен чего-то бояться. Объединение, необъединение, глобализация, терроризм, фашизм и так далее. Что-то он должен бояться. Когда ты его напугал, ты дальше его управляешь уже как стадом, а не как народом. Для того, чтобы человек боялся, достаточно, чтобы он был менее информирован и менее образован. Я думаю, это объясняет, почему так легко и нашим обществом управлять. На самом деле, любой маломыслящий человек может найти и информацию правдивую, и сложно его надуть, потому что он всегда посмотрит еще один или два или три источника. Он всегда подвергает сомнению то, что видит по телевизору. Он всегда подвергает сомнению высказывания политиков. Но сколько процентов из нашего общества поступает таким образом? Именно поэтому политики, разного рода политические шарлатаны этим пользуются. В общем, ключико всему это страх. Не обязательно. Я думаю, что это основной инструмент. Боязнь. Вот боязнь. Почему люди все-таки собираются вокруг Додона? Они боятся. Вот им показали страшилку. Хотя, если разобраться, ее не существует. Страшилку, видимо, унионизм. Конечно, но это не существует. Но и унионистам показали страшилку, в виде Додона. Я всегда всех спрашивал, когда меня спрашивают насчет унионизма. Покажите мне, пожалуйста, хотя бы один. Не два, а вот один какой-то проект, который какой-то серьезный политик продвигает. Все с чего-то начинается. Вы знаете, дело в том, что и да, и нет. Пока только все начинается, я думаю, что обсуждать это не имеет смысла. Но если бы у нас был единственный, то пускай будет решение румынского парламента. По графику объединения. Давайте посмотрим, что это такое, насколько это приемлемо, насколько нам это нужно, насколько это возможно, сколько это стоит. И возможно ли это вообще. А пока о чем мы говорим? Вот кто-нибудь может мне привести хоть одно высказывание одного представителя власти Румынии, который бы сказал, что он хочет объединить и стремиться к тому, чтобы произошло объединение Республики Молдово с Румынией. Не увидите такого. Не увидите. Просто не существует. Возьмите позицию МИДа. Не существует. Тогда о чем мы говорим? Это чистой воды спекуляция, которую ее просто вбрасывают. Мыльные пузыри. Я думаю, что это пространство. Но я повторюсь, мне кажется, все не так безобидно, как кажется. Пусть нет никаких официальных решений, но если подогревать настроение, способствовать их разрастанию, то потом могут появиться и соответствующие решения. Не появляется из ничего. Вы знаете, Республика Молдова потеряет свою государственность. Я слово государственность не люблю, потому что в других языках не существует. Это постсоветское изобретение. Только в том случае, если граждане нашей страны перестанут верить в это государство. Вот мы говорим о коррупции, мы говорим о разных вещах. Основная наша проблема сейчас абсолютно другая. Полное отсутствие ресурсов. У нас нет людей. У нас нет образованных людей для администрации. У нас нет квалифицированной рабочей силы, чтобы привлечь инвестиции. У нас просто катастрофический процесс депопуляции. Алкоголизм. Я вам несколько примеров привел. Это нас всех и убьет. Разве депопуляция и все то, о чем вы говорили, ряд из того, что вы говорили, вызвана не тем, что страна наша бедная, а бедность вызвана несправедливой системой, коррупцией, неравными шансами для всех? Вы знаете, и да, и нет. И да, и нет. Все-таки Молдова бедная страна. По определению это всегда было. Давайте посмотрим в 18 веке, 19 веке. И в Советском Союзе, и в пост. И что же делает господин Танаси? Это вопрос хороший. И кто виноват? Ну, я думаю, что отсутствие политических элит, которые все-таки смогут за собой потянуть этот народ куда-то. У нас их просто не существует. А то, что у нас было, ну, извините, это, конечно, не соответствует. А элиты, которые понимали бы свою роль... Вас в политику не тянет, чтобы вот как-то изменить положение вещей? Слушай, я еще раз приду к вам на передачу, меня вообще никто в политику не возьмет. Почему? Потому что никому не нравится слушать правду. Политики обычно реже к ней прибегают. Вы знаете... Нам другие качества нужны. Жалко. Нет, вопрос очень прост. Не тянет ли вас? Нет ли такого порыва? Ну, сейчас у меня есть чем заняться. Я как-то не думаю сегодня возвращаться в политику. И у меня есть более интересный проект. Слава Богу. Но нам нужны... Я думаю, что нам нужны политические элиты образованные и кашлы. Я с вами соглашусь. Это такая, может быть, маленькая деталь из кулис. Не просто делать телевизионные эфиры, если ты хочешь сделать качественный эфир. Потому что качественный эфир зависит в том числе от качества твоего гостя. От того, насколько он способен отвечать на твои вопросы. То есть недостаточно только задать вопрос. Нужно еще из чего-то слепить этот эфир. Вот мне всегда было сложно искать достойных людей среди политиков. Достойных не по своим каким-то моральным качествам, а по их интеллектуальному уровню. Я не хочу сказать, что я чем-то лучше ни в коем случае. Но всегда, когда стоит вопрос, кого пригласить, выбор не так велик, как может показаться телезрителям. Они поэтому всегда говорят, почему вы зовете одних и те же. А кого? То есть я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, выбора не так много. Элиты... Которые бы обладали определенным авторитетом в обществе. Которым бы прислушивались. И которые все-таки стояли над политическим процессом. И не думали с 7-минутными интересами сегодня. Что сегодня надо, не знаю, кого-то убить. Вот давай все усилия убьем. Завтра нужно власть захватить. Давай захватим власть. Элиты нет, вы говорите. Я думаю, что нет. Ну, поймите, их по определению быть не может. Давайте посмотрим, как это все наша страна, откуда она создавалась. Мы все-таки игнорируя прошлое, мы неправильно находим ответы на наши нынешние проблемы. Все-таки после 40-го года, то, что было, ну, элиты, которые были, их либо перестреляли, либо они смылись в Румынию, либо их депортировали. Советы начали строить нечто другое. Ну, поймите, мне образ Шарикова не очень нравится, но с этого начиналось. За 40 лет ничего-то особенного и не получилось там создать. Наша интеллигенция так и не стала отдельной частью или как-то самостоятельной частью. Они все-таки всегда были более или менее прикованы к политической власти. А сейчас-то интеллигенции, как таковой, это и нет. Раньше хотя бы были писатели, художники. Сейчас все разобщенные, не видно, нет такой силы. Их не видно, но это не значит, что их нет. Нет, они есть, но просто они не влияют никак на общество. Давайте так скажем. С чем еще я столкнулась? Абсолютно невлиятельно. Согласна. Еще бывает так, что люди, которые могли бы высказаться, которые должны были бы высказаться, они в силу своей скромности или в силу того, что у них очень высокие стандарты или планка, они как раз отказываются приходить на эфир, потому что считают почему-то, что они не соответствуют. Это объяснимо. Обычно только у политиков и у полицейских есть 7-минутный ответ на любой вопрос. То есть приходить в студию, они скромничают, а те, кто ни в чем себя не ограничивают... Люди, которые больше знат, они всегда все подвергают сомнению. Тут, кто ничего не знает, у него есть заготовленный вопрос. Хорошо, вот к слове об элите, о политической культуре. Это последний вопрос, потому что нам пора завершать этот эфир. На прошлой неделе в этой студии на вашем месте сидел Адриан Канду, председатель парламента. Один из запросов касался, один из запросов моего коллеги Георгия Гонца касался дела Брагуца. Дело Брагуца не то, чтобы исчерпало себя, но нам нужно увидеть, чем закончится судебный процесс. На скамью подсудимых отправлены заключенные, которые сбивали его, видеоопубликованное на прошлой неделе. И напомню, трое судей тоже находятся на скамье подсудимых. Теперь нужно следить за тем, как оператор. Трое судей? Простите меня, трое сотрудников СИЗО. Простите. Я сильно удивился, потому что если бы это было правда, значит, у нас действительно произошло... Пошли серьезные изменения в нашей стране. К лучшему выходить. Ну, естественно, потому что это фундаментальный вопрос. То есть по делу Брагуца для меня, как для журналиста, теперь просто важно увидеть решение суда. Ну, я не думаю, что если вы увидите решение суда и будет приговор, это будет означать, что совершилась справедливость. Проблема в деле Брагуца находится совсем в другой плоскости, о которой умалчивают. Надо ответить на вопрос, а как он попал в тюрьму? Как за правонарушение, за которое предусмотрен штраф, было возможно применить арест? И мы тогда наткнемся... Вы слышали его ответ от Риана Канна? Нет, я не видел. Он сказал, что на этот вопрос, всякому интересные записи доступны на сайте 21 канала, на ютубе. Я посмотрю обязательно. Он говорит, что он задал этот же вопрос министру юстиции, господину Владимиру Чеботару, Чеботарь, простите, спросил, как стало возможным подобное решение. На что министр юстиции, по словам Канду, сказал ему, что... Он говорит, что от него я узнал, с ужасом для себя, утверждает Канду, что оказывается в день судья рассматривает по 60 дел. И он конвейером принимает эти решения, и в таком объеме работы, перезагруженном, он мог допустить эту системную ошибку. Это был ответ спикера. Вы знаете, я господина Канду хорошо знаю, я его уважаю и не подвергаю сомнению, что он говорил правду. Что действительно, такие объяснения он получил. Но все-таки нужно до конца раскрыть, что происходит у нас с предварительными мерами заключения. Контрольный, судебный контроль над предварительными мерами заключения стал чистой формальностью. 96-97% запросов прокурора удовлетворяются. И примерно тот же процесс отклонения всех касационных жалоб со стороны адвоката. Это говорит, что эта система не работает. Но не может быть такого, чтобы прямо-таки всех заключать в предварительный арест. Тем более судья обязан, когда рассматривают дело о применении предварительного заключения, он обязан посмотреть, насколько сами обвинения существенны. Слушай, здесь произошел спор между полицейским и водителем. Да, водитель, возможно, был агрессивен. Окей, но это не, с моей точки зрения, это не является основанием для заключения человека под стражей. И отсюда все началось. Об этом даже адвокаты наши говорили. И у нас есть эта проблема. Все знают, и господин министр юстиции прекрасно знают, потому что... А проблема предварительного ареста? Проблема судебного контроля над предварительными мерами заключения. Которые злоупотребляются? Естественно, злоупотребляются. Естественно. И поэтому, если бы у нас все происходило по закону, и применялись бы стандарты, которые предписаны и нашим законодательством, и европейскими решениями европейского суда обороны человека, я думаю, что более половины людей, которые находятся в предварительном заключении, можно было бы отпустить и применить им другие меры пресечения. Я не об этом хотела вас спросить. Вы говорите, что да, важно теперь для журналистов не следить за тем, какое решение будет принято судом по отношению к виновным, но отмечать проблемы, существующие в судебной системе, проблемы применения, злоупотребления судебным контролем. Формального контроля над мерами пресечения. Хорошо. Но еще один момент, потому что мы говорили об элитах. Господин Канду, когда мой коллега спросил его о том, не стоило бы в нынешней ситуации министру юстицию подать в отставку, или, возможно, не министру юстицию, а кому-то еще подать в отставку. Господин Канду сказал, разве отставка кого-то как-то поможет делу? С политической точки зрения, да, эта цитата говорит Канду. Пожалуй, это красивый жест, но в действительности, что нам это даст? И люди, с которыми я говорила до эфира, правозащитники, они попросили меня спросить вас, что вы думаете, господин Танасий, я тоже хочу это узнать, о важности понятия почетная отставка или отставка чести в демократическом обществе? Ну, это зависит, конечно, от уровня культуры в том или ином обществе, потому что в отставку подают в разных государствах на разных основаниях. Конечно, если бы такой... В данном случае были ли основания для почетной отставки или отставки чести? Можно назвать как угодно. Ну, я думаю, что этот вопрос лучше всего задать господину министру. Он считает, что нет. Он тоже в этой студии отвечал бы на этот вопрос. Вас спрашиваю в качестве... Да, господин Чеботарь считает, что нет, и не он вообще несет ответственность за эту ситуацию. Мне сложно ответить на этот вопрос. Мы не о нем. Мы говорим о концепции почетной отставки. Мне сложно ответить на этот вопрос. Я могу сказать одно. Если это произошло бы в какой-то европейской стране, то у нас все-таки для отставки есть менее значимые основания. А возвращаясь к нашим молдавским реальностям, здесь у нас все-таки для того, чтобы идти в отставку всегда требовались. Но я откровенно не помню отставок. И я не помню. То есть этого нет в культуре. Это не является частью нашей культуры. Я не знаю. Возможно, мы тоже когда придем к тому, что министр будет уходить в отставку, даже если виноват в этом, я не знаю, какой-то дворник. Но здесь вопрос в другом. Это красивый жда. Вопрос в другом. Я еще раз хочу к этому делу, Брагут, завернуться. Это очень хорошее. Конечно, это большая трагедия, что человек умер. Но это хорошая возможность сейчас поменять эту систему, реформировать ее и прекращать, закрывать людей поголовно, тогда, когда в этом нет необходимости. Это был Дмитрий Петруслусаренко, один из адвокатов сейчас неправительственной организации «Промаликс». Да, я его знаю. И в Конституционном суде был хороший, способный адвокат, кстати. Не только он об этом спрашивал, кстати. Вот я скажу вам, что он сказал. Он сказал, что он не думает, что почетные отставки проводятся для того, чтобы решить проблемы. Это как? Нет, ну, почетная отставка – это своего рода жест, который политический класс делает для того, чтобы показать обществу, что он под отчетен. Абсолютно верно. И это восприятие не только Дмитрия, это восприятие… И я недавно разговаривала с врачом, потому что мне было одним из врачей, потому что мне было интересно как раз, как умерли брагуцы от пневмонии или от побоев. Он объяснил, что… Но это не единственный случай. Да-да-да. Поверьте, у меня было дело в европейском суде перед тем, как уйти в… Да, но я вам говорю, что это обычный человек, обычный лагогоплательщик, с которым я общалась. Просто для того, чтобы понять, как обстоят дела на практике, чтобы понять медицинскую сторону этого вопроса. И он мне сказал, что вот для него, как для обычного гражданина, он не причастен ни в коей форме к политике, для него было бы важно, чтобы кто-то подал отставку, чтобы он почувствовал, что его уважает, его как гражданин этой страны уважает, и с его мнением считается, и что есть какая-то взаимосвязь между теми, кто у власти, и теми, кто наблюдает за происходящим. Вот так. Это к почетной отставке. Вы как к ней относитесь? Она нужна или нет? Не конкретно по делу брагуца, вообще. Чтобы люди чувствовали, что они влияют. Я думаю, что да. Что с ними считаются. Политические партии, которые назначают каких-то чиновников на высокие должности, они должны следить за тем, чтобы в определенных ситуациях эти чиновники подавали в отставку. Тогда уровень доверия к этим партиям возрастет. На самом деле, это абсолютно правильный европейский подход. Но это не единственная область, где у нас разные подходы к европейским ценностям. Почему тогда так держатся люди? Я говорю не о каком-то конкретном человеке, а в общем, люди за свои должности. Почему они не спешат? Я не думаю, что если по-другому, то очень маловероятно, что господин министр юстиции держится за свою должность. Я не говорю про господина министра юстиции. Я думаю, что... Мы говорим, в принципе, о концепции почетной отставки. Потому что общество этого не требует. Как же не требует? Вот говорят мне люди, что я бы почувствовала тогда себя причастной. Это вам сказал господин Сусаренко, который образованный... Нет, 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 это сказал врач, с которым я общалась. Но если вы пойдете на рынок, я думаю, что вам скажут другое. Поверьте мне. Критическая масса другая. Если бы на самом деле было общее восприятие и требования моральные к политическому классу. Настолько высокие, я думаю, мы бы жили в другой стране. Спасибо вам, господин Танасий, за этот эфир. Полтора часа. Он длился? Почувствовали? Нет, как-то слишком так очень быстро все. Я вас перебила на вопрос о том, тянет ли вас в политику. Ну, пока у меня есть другие проекты. Не думаю об этом. И еще вы говорили, что порой вы с собой тоже не согласны. Это по каким вопросам? Ну, давайте это оставим для следующего эфира. Ну, и еще тогда напоследок, чтобы подвести черту под эфиром. Чем симпатична вам Майя Санду? Ну, я не могу сказать, что она мне симпатична или не симпатична. Я вам скажу, почему я к ней относился мягче. Потому что она является лидером непарламентской оппозиции. И я думаю, что это неправильно использовать. И вообще это неправильно бить в того, который не может себя защитить. Конечно, у меня были бы очень серьезные возражения к господи Санду по ряду вопросов. Но поскольку она не представляет власть, я не вижу для себя оправданий с ней бороться. Когда она будет находиться у власти, я буду ее очень сильно критиковать. Спасибо вам еще раз, что уделили нам время. Очень много точных заявлений вы сделали. Возможно. Я вам за это признательна. Мне гораздо интереснее, как журналисту, с вами общаться, когда вы в статусе конституционного судей в отставке. Раньше было интересно. Я действительно взяла ставки на сегодняшнее ваше участие в этой программе. Конституционный суд я уж точно не вернусь. Вы сожалеете об этом? Нет, но это констатация факта. Но что-то есть за этим, я вижу. Это была интересная работа на самом деле. Очень интересная. И творческая. Хорошо. Я уловила ваше настроение. Александр Тенасик, конституционный судья. В отставке член Венецианской комиссии от Молдовы. Еще раз спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Главная». Ее вела я, Мария Левченко. Встретимся в следующий понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова